Первый бой. Корейцы отбили крупный населенный пункт в Курской области. Читайте по губам. Куда лезет Лавров за крепким словом? Полный Хамас. Террористы из-за ударов Израиля засекретили имя нового лидера. А он такой холодный. Путин увлекся гроботерапией. Говорит и показывает не Москва. В эфире был садожесточайший вечерний шпиль. Приветствую. Взялся за яйца, масло исчезло. Болезнь, которой когда-то переболел Лукашенко, выявлена у его московского партнера. Только в России стали забывать о дефиците яиц, как начали стремительно расти цены на сливочное масло. В некоторых регионах популярный продукт начали прятать с прилавков из-за участившихся краж. Но, думаю, скоро Владимир Владимирович все объяснит. Как обычно, ростом доходов россиян. Но и о самых бы обездоленных государство не забывает. Два высшего образования. Получил пенсию, 10 тысяч. Пенсию цены картины. А что я живу? Ху** стоять доедаю. Нет-нет, самым обездоленным оказался «Газпром». Его освободят от налогов на 600 миллиардов рублей. Кто заплатит за этот банкет? Ну, конечно, недорогие россияне. В Думе уже готовят повышение акцизов на бензин и дизель в три раза. А Сбербанк повысил ставку по ипотеке до 25%. Но выход всегда есть. Присоединяйся к стаю, заключи контракт и получи 2 миллиона рублей. Так пушечное мясо ищут в Тольятти, а вот так уже в другом российском регионе. И рядом сразу реклама похоронного бюро. А эта услуга понадобится очень скоро. По ту сторону пи*****цы, которые долбят по нам день и ночь. А по ту сторону пи*****цы наши же, которые хотят нас всех обнулить по той простой причине, что мы отказываемся выполнять их тупые, необдуманные, пьяные приказы. На таком фоне даже опытным пропагандистам кажется, что спецоперация идет не совсем по плану. То есть на всякий случай, если взять такие же темпы, это вопрос даже не месяц освобождения Донбасса, а лет, несколько лет. И вот на третий год войны великий Путин должен просить у маленького Кима одолжить военных рабов, чтобы отвоевать назад Курску волость. А Пхеньян говорит, что никто никаких вояк никуда не посылал. Ну, в общем, почти, как у классика. Нас там нет, а форму солдата КНДР можно купить в любом военторе. Ну, правда, российским офицерам уже приказано поделиться с этими никем не отправленными корейцами дефицитной техникой. Ну и по этому поводу россияне восплывали к союзничкам братской любовью. Я его хочу сегодня убить, б***ь. Можно? После корейцев. И как мне подсказывают, бойцы товарища Кима уже отбили один из городов. Мартин Крам. Товарищ командир, разрешите долазить? Разрешаю. Мы освободили цельный город. Молодцы. Наш лидер будет гордиться вами. Служу КНДР. Каковы потери? Потерь нет. Это ты у путинских генералов научился? Я за ней народ. Говори правду. Потерь нет. Клянусь Ким Чен Ином. Товарищ генерал. Вы какой город освободили? Курск. Так он был под контролем российской армии. А-а-а. А я-то думаю, чего они не сопротивлялись? Проклятие. Товарищ полковник, кто их разберет? Эти славяне на одно лицо. Так, переходим к плану Б. Есть. И какой у нас план Б? Мы идем на Киев. Готовь искупить вину. Отставить. С оружием в консульство Юзной Кореи не пустят. Великий кремлевский геополитик собрал коллег-автократов на саммит в Казань и снова утер носы злопыхателем. Всем, кроме Лаврова. Конечно, не обошлось без Демаршей со стороны ряда лидеров, которые продинамили этот саммит. Даже президент Бразилии сооснователя БРИКС в последний момент решил не прилетать официально по состоянию здоровья. Похоже, это та редкая травма головы, в результате которой мозги становятся на место. Лукашенко прибыл только ко второму дню. Меня угощают с тем, что мне есть нельзя. Злые языки говорят, у него тоже травма, но другая. Лукашенко решил похудеть. Насколько я слышал, у него диабет, поэтому похудеть не надо, ему есть чак-чак. Настолько диабет, что у него какие-то пальцы на ноги отрезали, что ли. Правда, в случае Лукашенко важны не пальцы ног, а посиневшие пальцы рук, которыми он вцепился во власть. У Путина под боком неверный вассал вдруг заявил. Вступайте внутрь России, в состав России. Это так вопросы ставить нельзя. Это невозможно, это нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Глава Индии, наоборот, поулыбался и слинял пораньше, как бы намекнув, что переговоры с канцлером Германии для него важнее дальнейших посиделок с Путиным. Товарищ Си Цзиньпин отказался от поездок на Аурусе. Он вообще скоро будет ездить на Путина. Владимир Владимирович опять забыл выпить таблетки и снова забыл, как зовут гостя. Вот Касым Джиман Келемич. Правда, в этот раз не Такаева, а Реджепа Эрдоган. Слово президенту Турецкой республики, господину Тайпу Эрдогану. Реджепу Тайпу Эрдогану. Лавров, наоборот, продемонстрировал, что за словом в карман не лезет. Я лидошцу. Би***й, с***й. Все это фейки, заявляет МИД РФ. Это не то, что мы подумали. Это не то, что мы прочли по губам. Ведомство Лаврова сделало для нас сурдоперевод. Сергей Викторович сказал, проходите быстрее. Правда, почему-то эта безобидная фраза очень рассмешила сидевшего рядом помощника Путина Ушакова. А вот об этом видео российский МИД ничего не написал. И теперь думай, вот это ковыряние в носу тоже фейк? Или просто Лавров подхватил флешмоб, начатый недавно губернатором Забайкальского края? Ну, правда, Александр Осипов вытер пальцы о стоявшую рядом чиновницу. А вот вытерли Лавров руку, а Путина осталось за кадром. На Западе утверждают, что в октябре российская армия понесла на фронте рекордные потери. Но и в тылу неспокойно. Прилет беспилотников ожидается уже и за Уралом. А пока атаки украинских дронов на российские спиртзаводы в Центральной России стали систематическими. Я обращаюсь к киевской хунте. Слушайте внимательно. Вы можете бомбить наши нефтебазы. Вы можете бомбить наши авиабазы. Вы можете разваливать наши склады. Но если еще хоть один спиртзавод пострадает, вам пиздец. Вы слышите? Ну ладно, ладно, не до шуточек. В Чечне кто-то расстрелял машину Росгвардии. И, похоже, кто-то шлет привет главдону. Продолжается эпидемия среди ветеранов СВО высокого ранга. Недавно в Подмосковье кто-то шлепнул полковника ГРУ, вернувшегося на побывку. А вот уже в Брянской области рука возмездия настигла пилота Ту-22, бомбившего гражданские объекты в Украине. Продолжается и падеж среди топ-менеджеров и силовиков. Причем падеж в буквальном смысле. Один из бывших руководителей Норникеля вывалился из окна. А бывший руководитель миграционной службы упал с лестницы. Как говорил один мой знакомый, покойник, я слишком много знал. Пока в стране мобилизация идет полным ходом, некоторые лезут в гроб добровольно. Но это такая модная терапия. За то, чтобы переосмыслить жизнь в таких экзотических условиях, клиенты готовы платить до 150 тысяч рублей. Но мы знаем более дешевый метод, который может помочь миллионам. Профессор, покажете, как работает ваша методика? Безусловно. Голубчик, вам нравится Крым? Да. Вы бы хотели посетить Крым? Да. Позвольте поинтересоваться, почему же вы не едете? Он оккупирован. Удивительно, профессор. Такой эффект и без подключения электрического тока? Никакого физического воздействия. Голубчик, вы всегда голосовали за Путина. Будете снова? Нет. А какие-то препараты использовали, Филипп Филиппович? Никаких. Даже наркоза. Поразительно. Готовы воевать за русский мир? Нет. А за миллион? Я жить хочу. Невероятно. И это все за один сеанс? Представьте, да. Это прорыв, профессор. Ну что же, голубчик, хватит на сегодня. Вылезайте. Профессор, а можно сюда мою жену? Для профилактики. И к новостям культуры. Адам Кадыров возглавит художественную академию Чечни. Ну, пока это только наше предположение. Но смотрите, какой перформанс юный талант организовал на этой неделе. Вы возразите, что на заборе такое каждый дурак может нарисовать. Но трассирующими пулями в небе додумался только молодой Кадыренок. Учитывая напряженность между Кадыровым и Кремлем из-за дележки Вайлдерис, остается гадать, уж не портрет ли это хозяина Кремля, нарисовал юный Адамка. Спецоперация идет по плану, оснований для паники нет. Но на всякий случай российское правительство приготовилось засекретить свою деятельность. Ну, если придется ввести военное положение. Большие поклонники кремлевского стратега, террористы из Хамас, к режиму секретности перешли уже теперь. После убийства очередного председателя, Яхи Синвара, боевики решили не оглашать имя его преемника. Но вечерний шпиль его уже нашел. Ты чего такой грустный? Да потому что бегаем по этим туннелям, солнца не видим. А солнце это витамин D. Его недостаток приводит к депрессии. Знания приводят к депрессии. Тебе Всевышний дал цель, а Иран оружие. Какую цель? Уничтожить Израиль. Что-то пока наоборот получается. Опасные речи, брат. У меня еще вопрос. Ты говоришь, Иран дал нам оружие. А кто дал сумку за 30 тысяч долларов жене нашего бывшего лидера? Ты что, хочешь осквернить светлую память покойного? Ты должен быть готов отдать жизнь за лидера нашей организации. Так непонятно за кого. Даже нам не говорят, кто он. Хватит болтать. О, время менять позиции. Ого, какие часы. Они же около 40 тысяч долларов стоят. Ты что, наш новый лидер? Извините, наговорил лишнего. А я же говорил, знания до добра не доведут. Ты меня раскрыл. Теперь я должен тебя. 26 октября. Президент России Владимир Путин скончался в своей валдайской резиденции. Ровно год назад профессор Соловей поместил Путина в холодильник. И что характерно, после этого Валерий Дмитриевич спокойно продолжает вещать из Москвы. Что наводит на мысль, а не санкционировал ли собственные похороны лично Владимир Владимирович? Только это не гроботерапия. Официально он родился в 52-м году. А неофициально, по-настоящему, он родился 6 октября 1950 года. Не до Штирлиц не только запутал всех с датой рождения, но и с датой смерти. А может, любитель шаманов хочет таким образом провести тетку с косой? Это что же, он хочет нас оставить без Чайковского? Нет-нет. Чайковский. Анатолий Чайковский. Все сплотились вокруг Вовы и Медведев, и Мишустин, Дюмин Патрушев и Шойгу, Белоусов и Песков. Лучше них никто не знает. Как опасен этот Вова, как опасен этот Вова, Самый главный из воров. Они про все на свете так долго забывали, И шли они за Вовой, за властью и рублем. А Вова отморожен, как айсберг в океане, И все давно потерял бездумною войной. И все давно потерял бездумною войной. Раньше было все понятно, Тут дербаним, там гуляем. С этим нужно поделиться, Этим нужно бросить кость. А теперь у них забрали И льяхты, и машины, И, похоже, их путаник На дно тащит весь колхоз. Сплотимся же плотнее, Сплотимся же покрепче, От холода поможет Надежный теплый шар. Теперь лежит холодный, Как камни на Балтайе, Шампанское откроем, Ведь кончился кошмар. Шампанское откроем, Ведь кончился кошмар. Вечерний шпиль опять побил рекорд благодаря вам. Спасибо за внимание, лайки и теплые слова в комментариях. Надеемся, что наша сатира помогает переварить не самые веселые новости и дождаться лучших времен. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»